Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про поиски всех сокровищ на острове Форчун Айленд. И да, я знаю, что я немного опоздал с выпуском этого видео, но наверняка найдутся люди, которые даже не искали сокровища. А кому-то просто нравится мой формат видео. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем! Вкратце я уже рассказывал об этом испытании. С выходом острова Форчун Айленд были добавлены 10 загадок, разгадав каждую из которых, вы получите координаты сундука. Всего из этих сундуков можно получить 10 миллионов и 4 автомобиля. В целом, загадки достаточно простые, как и испытания, которые скрываются за ними. Единственное, чтобы получить следующий уровень загадки, вам необходимо повышать уровень влияния, вплоть до десятого. В общем и целом, думаю, понятно, поэтому переходим к первой загадке. Называется она Сокровищница Тирана, открывается она по прибытию на остров. И звучит она так. Этот пикап огромен словно Т-Рекс, и его ждет фестивальный АПЕКС. Как нетрудно догадаться, для его выполнения вам понадобится достаточно созвучный пикап. Это Ram Rebel TRX Concept, который вам выдают в начале. Со второй частью загадки тоже все достаточно просто. Вам необходим скоростной участок фестивальный АПЕКС, который находится прямо на выезде с фестивальной площадки. Ну а потребуется от вас просто пройти этот участок на пикапе Т-Рекс. В награду вы получаете примерные координаты сундука. Сам сундук находится неподалеку от въезда в фестивальную площадку, прямо рядом с водой. Ну а внутри вас ожидает первый миллион на острове Fortune Island. Ну а мы переходим к загадке под номером 2. Называется она «Золотые столпы», и звучит она так. «Игла зовет вас милости, просим, захватите итальянскую 458». Путем несложных умозаключений можно догадаться, что речь идет об итальянском автомобиле Ferrari 458. А единственный заезд, в котором есть слово «игла», это «дрифт-зона», подъем по игле. Для прохождения этой загадки вам необходимо пройти эту дрифт-зону на Ferrari, хотя бы на одну звезду. В награду вы получаете координаты очередного сундука. Сам сундук находится на подъеме к вершине горы, которая расположена неподалеку от гигантских дольменов. Внутри вас ожидает второй миллион и первый автомобиль. Lamborghini Urus 2019 года. Ну а мы переходим к третьей загадке. Называется она «Самая быстрая колесница», и звучит она так. «Дикие лошадки числом 65 в заливе викингов мчатся опять». На ум приходит только одна ассоциация, это Mustang 65-го года. А залив викингов на карте всего один, это испытание первопроходца. Для выполнения этой загадки вам необходимо пройти испытание первопроходца, хотя бы на одну звезду на форт Mustang 65-го года. В награду вы получаете координаты очередного сундука. А чтобы получить его, придется потрудиться, так как находится он на вершине самой большой горы. А внутри вас ожидает третий миллион. Ну а мы переходим к четвертой загадке. Называется она «Через руины к богатству», и звучит она так. «Здание, упавшее поскорее найди, на трехколесном Моргане над ними пролети». Трехколесный Морган всего один, это Морган Тривиллер. Перелет можно связать со знаком «Опасно», а в руинах Фенхольма он всего один. Для выполнения загадки вам необходимо набрать хотя бы одну звезду за знак «Опасно» в руинах Фенхольма на автомобиле Морган Тривиллер. В награду вы получаете координаты следующего сундука. Находится он на перекрестке неподалеку от покосившейся часовни, прямо в руинах. А внутри вас будет ждать четвертый миллион. Ну а мы переходим к пятой загадке. Называется она «Меч в камне», и звучит она так. Кто будет у озера, милости просим, туда подгоните трехзвездную Р-8. На ум приходит только Ауди, которых в игре целых две. Мой выбор пал на Р-8 купе. А у озера всего одно подходящее испытание – это полицейский радар «Дева Озера». Получается, для этой загадки вам необходимо пройти полицейский радар на целых три звезды на Ауди Р-8. В награду вы получаете координаты пятого сундука. А найти его можно неподалеку от одинокого дерева, прямо в камнях. Внутри вас ожидает пятый миллион и второй автомобиль – Кёникзик СС-8С 2002 года. Ну а мы переходим к шестой загадке, которая называется «На свет огонька», и звучит она так. Скоростной участок блуждающей огни любой осилит, если сядет на джип по имени Вилли. Как нетрудно догадаться, вам необходим автомобиль категории «Джип», а конкретно «Джип Виллис» 45-го года. С заездом тоже всё просто – это скоростной участок блуждающей огни. И для прохождения загадки вам необходимо получить хотя бы одну звезду за скоростной участок блуждающей огни на автомобиле «Джип Виллис». В награду вы получаете координаты шестого сундука. Находится он неподалёку от этого скоростного участка, прямо на самом краю. Внутри вас будет ждать шестой миллион. Ну а мы переходим к седьмой загадке. Называется она «Росана Ясени», и звучит она так. Ламба из 80-х не создан для грунтовых дорог, но мчаться по лесу ему уготовил Рок. Ламборгини из 80-х целых две, но я почему-то выбрал Ламборгини LM002. А среди лесных испытаний выделяется испытание первопроходца «Лесная тропа». Для прохождения загадки вам необходимо получить хотя бы одну звезду за испытание первопроходца «Лесная тропа» на автомобиле Ламборгини LM002. В награду вы получаете координаты очередного сундука. Находится он там же в лесу между двух поворотов. Внутри вас будет ждать седьмой миллион. Ну а мы переходим к восьмой загадке. Называется она «Скилдарский клад» и звучит она так. Шведский рыцарь рвется в бой, достигнешь озером, чинь и стой. Здесь с автомобилем пришлось немного поломать голову. Речь идет о шведском грузовике «Вольво Айринг Найт». А под испытанием подразумевали скоростной участок, берег озера. И для прохождения загадки вам необходимо пройти этот скоростной участок хотя бы на одну звезду на грузовике «Айринг Найт». В награду вы получаете координаты восьмого сундука. Найти его можно в пещере среди разрушенных кораблей. А внутри вас ожидает восьмой миллион и третий автомобиль. Silent S5S Raptor 2010 года. Ну а мы переходим к девятой предпоследней загадке. Называется она «Богатство и слава» и звучит она так. Если в горы собираешься ты, проедь там на корейцы на три звезды. Корейских автомобилей в игре два. Я выбрал Kia Stinger. Связанное с горой испытания я нашел одно. Это полицейский радар «Склон горы». И для выполнения загадки вам необходимо пройти полицейский радар «Склон горы» на целых три звезды на Kia Stinger. В награду вы получаете координаты очередного сундука. А находится он на одном из самых больших островков неподалеку от маяка. Внутри вас будет ждать девятый миллион. Но мы переходим к десятой, последней загадке. Называется она «Награда за риск» и звучит она так. Этот дом сверкает как звезда, а маслкар долетит всегда. Может быть тут есть ограничения по автомобилям, но мне кажется подойдет любой классический маслкар. А насчет первой части загадки пришлось немного погуглить. Здесь речь идет о знаке «Опасно скилдарская высота» на маяке. И для прохождения загадки вам необходимо набрать хотя бы одну звезду за знак «Опасно скилдарская высота» на классическом маслкаре. В награду вы получаете координаты последнего сундука, добраться до которого не так-то просто. Находится он в центре озера на островке, к которому нет подъездов. Но с одной из сторон есть очень удобный пригорок, с которого можно запрыгнуть на этот островок. Внутри вас будет ждать последний десятый миллион и последний четвертый автомобиль. Lamborghini Aventador J 2012 года. Ну а на этом с загадками все. Поддержи меня лайком, если видео оказалось полезным или хотя бы интересным. Ну а мы увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока и удачи с поисками сокровищ. Субтитры сделал DimaTorzok